Регулярный чемпионат Фонбет КХЛ уже перевалил за середину и сегодня все внимание на грипп. Очень даже неплохое большинство по сезону, но за 7 последних матчей было 20 попыток и лишь 2 гола. Летунов бросает низом, Коновалов пропускает 1-0 в пользу Нижегородского торпеда. Буквально 5 секунд потребовалось Казевам Льда, чтобы шансом воспользоваться. А Летунов после передач Атанасова и одного из защитников уже готовился к приему шайбок. У него было время, было пространство, он этим воспользовался и попал аккурат в домик Коновалова. С разворота и вновь защитника торпеда дальше Минел, еще раз в дальний угол. Гусев не успевает сыграть на отскоке, но забирает шайбу и бросок, гол, 1-1. Московская «Динамо» так и сравнивает счет в середине третьего периода. Не скажу, что «Динамо» на гол наиграл, это не очень хорошая фраза, но «Динамо» реально давно к этому шло сегодня. Очень давно. И в итоге выгляните, кто забивает. Броском от «Синий», понимая, что даже в таком обессиленном вроде бы состоянии нужно бороться. Атанасов с неудобный гол! Василий Атанасов, 2-1! Как же он там попал? Ну, конечно, кому, если мне этому парню, Ананасу, выводить свою команду вперед в столь сложной игре? Принял шайбу в нейтральный, пошел до конца, ушел отчасти от Паленкова. И нет, даже не в дальний конек, он попал между вратарем и ближней штангой. Вау! Вуася дает! Скорее всего, в обороне. Гузя, пауза, прострел вновь туда, в сторону ворот. Кручинин из своей зоны, и он попадает! 3-1 в пользу торпеда! Это был риск, но риск оказался оправданным. Кручинин, красавиа, с нашей шайбой в борьбе. И вот, судя по его движению, он сразу именно заходил на бросок из своей зоны. Стал, наверное, очень неудобным соперником для Динамо, для лучшей команды конференции на сегодняшний день. Еще один бросок, и это 4-1! Максим Летунов и его дубль сегодня. Ну вот, теперь-то наверняка финальная точка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!